Всем привет, мои хорошие! С вами Кремели и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня немножко сложный день, а связано это с тем, что я уже два дня ничего не ем. Ну, как сказать, ничего. Я стараюсь есть мало, чтобы у меня был зверский аппетит, потому что сегодня мы будем снимать для вас видео, как мы едим 150 сушек. Я не знаю, получится это у меня или нет, но с Фатей поспорили. То есть, кто проигрывает, тот и платит за сушек. Сейчас у нас с вами будет болтологическое видео, как я буду краситься, о чем-то болтать. Вот, Господи, стоять. Здесь я отобрала все самые любимые средства, и я буду краситься и буду комментировать еще в процессе. Я надеюсь, что подобный формат вам будет интересен. Врать не буду, что у меня на лице вообще нету тонального средства, потому что у меня в последнее время почему-то лицо очень сильно высыпает, я даже не знаю, с чем это связано. Как-то мне стыдно с таким лицом снимать видео, хотя я одно видео даже снимала вообще абсолютно без косметики, но там я обнаружила комментарии хейтеров, что, что у тебя с лицом, сходи к косметологу, не знаю, всякое такое. Поэтому я решила впредь и портить свою психику, и появляться на камеру в более-менее нормальном виде. С тональным мы как-то закончили. Теперь наношу пудру. Раньше, кстати, я не наносила пудру после тонального, но в последнее время я это делаю. Я увидела у блогеров, конечно же, и мне не нравился финиш, потому что у меня и так и так сухая кожа, и как бы не было необходимости еще и матировать ее. Но мне понравился тот момент, что макияж с пудрой держится гораздо лучше, нежели без. Пудра продлевает стойкость макияжа. В общем, теперь у меня лицо не блестит. Это пудра от Catrice из проекта Project Pen. Я пытаюсь ее закончить, но что-то она какая-то бесконечная. И кисть обычная с Алиэкспресс. Я ее заказывала 100 лет назад, но мне она очень нравится. Очень такая приятная на ощупь брови. Я беру вот эту вот палетку от Catrice, которую недавно показывала вам в покупках. Мне она очень нравится. Здесь очень классная растяжка оттенков. Все они матовые, хорошо пигментированы. Посмотрите, вот даже светлые оттенки. Просто супер пигментация. Ладно, не буду пачкать свои пальцы. В общем, очень мне понравилось. Причем я купила ее 70% скидкой. Прямо руки чешутся. Можно сделать еще один заказ с сайта Revolution Beauty. Далее берем вот эту вот палетку, опять же. И мою любимую кисть. Я ее также показывала в покупках. Все, что я покупаю, я показываю. Либо в Инстаграме, либо в Ютубе. Так что обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот. Я взяла самый светлый оттенок. Наношу на все подвижное веко. В общем, палеткой я осталась очень-очень довольна. Хотя за последнее время в моей коллекции появилось 5 новых палеток теней. Это прямо любимая каждый день вот только ею. Я и до этого слышала, что у Revolution хорошие матовые тени. Но теперь убедилась в этом. Так, значит, дальше берем даже не знаю, какой оттенок. Давайте возьмем вот этот, что ли. Вот этот вот оттенок. И затемняем... Затемняем угол. Мне, в принципе, нравится. Теперь беру хайлайтер от Makeup Revolution. Вот такое вот сердечко, которое мне тоже очень понравилось. Но это не тот хайлайтер, который я показывала вам в прошлом видео, которым я каждый день пользуюсь. Такой холодный батон. Просто обожаю. Хайлайтер с холодным батоном. Хочу также купить вот с розовым дуахромом. У Fati есть такой хайлайтер. Сейчас я нанесу консилер. Почему я его наношу всегда прям почти последним? Потому что я наношу совсем чуть-чуть после того, как уже тени осыпались немножко. У меня самый светлый оттенок. Хотя нет, это не самый светлый оттенок. Это самый холодный оттенок в данной серии. Это косметика Note. По-моему, 0,4 оттенок. Да. Просто 0,1 и 0,2. Один уходит в желтый, другой уходит в какой-то розовый. А этот прям холодный батон имеет. Мне это очень нравится. Так, далее, значит, давайте нанесем румяна. Я буду использовать от Catrice из проекта Project Pen. Лучше румяна я в жизни не видела. Я использую вот этот вот оттенок. Не люблю розовый румяна, вот такие вот барбишные. И что мне нравится у этих румян? Они очень-очень слабо пигментированы. Это 20-й оттенок фламинго. Называется. Чуть не очень похожий цвет на фламинго, но да ладно. Да. Сейчас мы будем делать контурирование носа. Опять мне пригодится вот эта кисть. Я ее просто обожаю. Я очень рада, что я ее купила. Это просто находка, на мой взгляд. Я такое дело не люблю. Далее, значит, наношу опять же хайлайтер. Чтобы он казался такой приподнятый. Вот так, что он был. Мне раньше всегда очень нравился мой нос. Я считала, что он, как сказать, не то чтобы идеальный, но он мне подходит. И я никогда не задумывалась о том, что когда-нибудь я сделаю себе операцию. И, не знаю, поменяю форму своего носа. Но в последнее время, когда я читаю комментарии, мне пишут, ну ты симпатичная, вот только бы нос тебе сделать, было бы вообще супер. И хочешь, не хочешь, это как-то влияет на тебя. Кстати, кстати, я купила себе новую подводку от Golden Rose. У меня уже такая была, она была в проекте Project Pen, но она у меня закончилась. Кстати, пора уже снимать апдейт на Project Pen. Уже собираюсь, я уже, наверное, месяц, уже там все позаканчивалось. В общем, в ближайшее время будет. Купила себе точно-точно такую же. Правда, сейчас ее сняли с производства, и найти ее с каждым днем все сложнее. И последняя это помада от Essence в ноль в первом оттенке. Очень красивый цвет. Готово. А я готова. Я, значит, уже вышла из дома, сейчас иду за сушами. По идее, я сделала такой огромный заказ, где я плачу крупную сумму, и они могли бы привезти мне домой. Но просто я не знаю точного адреса. Поэтому я подумала, что заодно еще и встречу Фатю. Ничего страшного, поднимусь. Ничего страшного, спущусь вниз. Я тебя обожаю. Вот так вот я выгляжу. Мне почему-то сегодня целый день холодно. Не знаю, с чем это связано. Вроде на улице не очень. Чувствует мое сердце, что слишком рано я вышла. Придется мне ждать. Но ничего страшного. На улице хорошая погода. А вроде бы все в легких таких курточках. Я в зимней и в шапке. Мне в комментариях писали, что девчонки, что поменяю уже эту шапку. Уже надоело на нее смотреть. Ничего. Ребята, суши у меня. Почему-то пакет кажется маленьким, но он очень-очень тяжелый. Теперь осталось найти Фатю. Блин, реально тяжелый. Здесь где-то 3-4 килограмма. Надеюсь, что пакет не порвется. Все готово. Здесь так много. Я даже не знаю, мы сможем столько съесть или нет. Но видео требует жертв. Почему здесь одного нет? Кто-то сел. Если вы не верите, что здесь действительно столько, вы можете сделать скрин и посчитать сами. С минуты на минуту должна прийти Фатя. Я пока что устанавливаю это все на стол. Даже не знаю, в какой комнате будет лучше это снимать. Фатя! Я злая и голодная. Сейчас у тебя и твоя камера. Я думала, это я схитрила и два дня не ем. Ты тоже? Я, да. Три даже. Новые сапожки купила Фатя. Классные. Правда, сезон заканчивается, но очень нежный. Да? На осень. Сегодня уже следующий день. Я почему-то приболела. Вроде погода замечательная. Приготовила себе вот такое вот тараплю. Правда, ненавижу его, но он здорово помогает. И затем уже буду монтировать для вас новое видео. Господи, какой у меня пыльный ноутбук. А здесь я. Доброе утро всем. Я только что проснулась. На часах время 8.25. Мне на работу к 10. Поэтому уже пора собираться. Нужно помыть голову, привести себя в порядок. Я немножко болею. Целую неделю я была в отпуске. И сегодня, можно сказать, мой первый рабочий день. Если честно, мне поднадоело сидеть дома. Я поняла, что без работы мне было бы очень скучно. Поэтому я даже с одной стороны рада, что мне нужно на работу. Сделала себе вчера вечером вот такие вот ноготочки. Мне очень-очень нравится. Так нежненько получилось. Посмотрите. На самом деле, я себя плохо чувствую. И по идее, лучше было бы вообще не купаться, не мыть голову. Но у меня просто голова очень-очень жирная. Я в таком виде не могу пойти на работу. Поэтому мне придется искупаться, несмотря на то, что я болею. Господи, я похожа на бомжиху. Мне нужно высушить голову. Причем сделать это тщательно, потому что выходить нужно на улицу. А я еще и болею. А с мокрой головой мне это делать не советуется. Так что хорошенько сушим. Надо, кстати, себе музычку включить на другом телефоне. Далее, значит, необходимо собрать постель. Я уже голову высушила. Пора делать макияж, потому что я уже опаздываю на работу. Осталось у меня всего ничего. Полчаса. Просто по многочисленным запросам я поменяла свой плед. У меня такой был темный плед с конем. И мне буквально все писали в комментариях, что Айка, пожалуйста, поменяй этот плед. Я не знаю, почему он вам так не понравился. Да, конечно, я понимаю, что он не в тему был в моей комнате. Но, если честно, этот плед мне не очень по душе, потому что он какой-то тоненький, туда-сюда бегает. В общем, чуть-чуть не мое. Все, я уже оделась. Даже не успела заснять. Я опаздываю на работу. Что я надела? Вот эту вот свою кофточку, джинсы и кроссовочки розовые. Я надеюсь, что меня слышно. Уже дальше, наверное, буду снимать на работе. Заняться мне больше нечем на работе влоги снимать.